Зеленые, белые, красные. Объявления всех цветов радуги облепили остановочные павильоны. Борьба с такими признаками вандализма на улицах Самары идет ежедневно, но незаконно расклеенные разноцветные листовки продолжают появляться повсюду. По словам специалистов, самое обидное в этом самовольном расклеивании объявлений Агиток то, что остановки и другие объекты дорожной сети теряют свой вид раньше положенного срока. Особенно огорчает, когда подобное происходит на объектах, которые буквально недавно были обновлены и благоустроены. Иногда расклещиками объявлений используется такой клей, который не представляется возможным отмыть, и тогда требуется замена стекла остановочного павильона. И все это приводит к необходимости выделения дополнительного бюджетного финансирования на содержание остановок. И, конечно, сама расклейка объявлений, она ужасно портит облик нашего с вами города. Эстетическая сторона вопроса волнует и жителей города. Валентина, наравне с другими самарцами, не понимает, почему остановки бесцеремонно использует в качестве досок для объявлений. Это какое-то кощунство, неуважение к своему городу, к своей культуре и всего. Зачем это все вот делать? Это вообще наше поколение против расклеения вот этих объявлений. Я уже объясняла людям, что существует доска объявлений. Пожалуйста, клейте. Во многих даже те, которые расклеили, они же расклеивают от этих организаций. За деньги им деньги, а им все равно. В том случае, если охота расклеить листовку в неположенном месте, пуще неволе, не стоит забывать об административной ответственности. Административная ответственность зависит от того, кто является рекламораспространителем. То есть, если это физическое лицо, штраф относительно небольшой, там, по-моему, от одной до трех тысяч рублей, да. Если мы говорим, например, о юридическом лице, то это может быть штраф, там, по-моему, до 500 тысяч рублей, если не сменить память. То есть, ну, поэтому у нас несанкционированная реклама, я надеюсь, явление, которое ушло в прошлом. Практически во всех городах России, по словам юристов, запрещена несанкционированная реклама на столбах, фасадах домов и других конструкций, в том числе и на остановках общественного транспорта. Правда, как показывает практика, следовать букве закона стремятся далеко не все. В любом случае, стоит помнить, что за такую вольность заплатить придется не только рублем, но и в некоторых случаях безупречной репутацией. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать лишь одно нехитрое правило – поддерживать город в чистоте и порядке. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События.